Я за Няшей смотрю, она эту веточку бедненько наклоняет, наклоняет, старается, старается. Так долго я за ней, она, видите, сейчас опять будет наклонять. Вот так их, вот давай, а то пока другие не съедят. Давай, на. Вот сейчас ты стараешься здесь полчаса. Долго она, так я за ней наблюдала. Ну, Нюш. Видишь, они как все подлетели. Ешь, ешь. Нюш, нюш. Так она упорно. Да, вот они все, нахлебники. Прибежали все со своих мест. Идите сами себе добывайте. Мы тут в сказочном лесу. Ты спалкиваешь, что ты тут грызешь? Угу. Летешь, грызешь. Сейчас пошла в ход крапивка. Весной, летом они ее, естественно, не едят. Ну, сейчас как бы тоже лето, но вот так вот. С середины лета к концу крапивка очень хорошо идет прям. Очень. А если осенью еще какую-то где-то найдем, так это вообще лакомство. Прям. Вот, сейчас прям встали есть заросли эти крапив. Ну и доброе утро. Я стою не то, что холодно, а здесь прохладно, здесь вода. И комаров загрызли уже, кусают. Поэтому так и капюшон нацепила. Вышли гулять. Сегодня прям озадачилась, какой сыр делать. Сначала хотела брынзу, потом думаю, нет, не брынзу. Делала недавно брынзу, сделаю холумью. А потом я прям захотела опять. Или уже опять мраморного и пьяной козы. Еще у меня есть несколько головок. Но нужно еще уже делать догонку. Потому что расходится же потихонечку. Все. Вот. А когда и не потихонечку? Когда он есть, есть потихонечку. А когда и прям раз, и по-быстренькому. Что очень приятно. Вот. Думала, какой-нибудь сырок сегодня замутить. А Рафаэля уехал. Милане на тренировку. А он просто так, бабушка, в город. Там интернет. Здесь-то у меня интернет есть, и ладно. Нет, ну за каждого ребенка плачу. 500 рублей. За кого-то? За Милану 350 плачу. Ну, там интернет ей на неделю хватает. Такое количество, которое там. А так по 500 рублей. Ну, а какой за 500? 500 я платила год назад, потом 550, а сейчас уже 600 или 650. Все пишут. Ваш тариф подорожал, подорожал, и у меня уже подорожало. Да, 500. Вспомнила, что было год назад. 550, 600. А представляете мне, за каждого. Вот вышку эту поставили, и что дальше? Кто-то в курсе, мы должны куда-то идти узнавать, или не знаю, я так сижу, представляю, что они будут и по деревне уже протаскивать. А вышку, в смысле, для интернета. Я так думаю, что как-то они сами должны, а, наверное, может, и не сами, может, мы куда-то должны узнавать, не знаю, и писать заявление, и уже потом после этого будут они тянуть по домам желающих. А то сидим-сидим, ждем. Ждем и платим. Вот, но Рафаэлька сегодня уехал. А он же у нас работник ответственный по сыру. То есть мне надо кастрюли поставить, пастеризовать. А его нет. А ребята Дэня с Авраамом дома, но они сено таскают с утра. Там папа накосил, и им таскать и таскать еще уже не до кастрюли, не до моей. Ну, поэтому, ладно, ушла так. Так, сейчас приду, наверное, сделаю все-таки халуми, а не брынзу. Вот такая история. Пока стою, монтирую. Станетка в кастрюле стоит. Обедаем сейчас супчиком. Сено, ребята, раскидали. Вчера сюда скащили все с того поля. А вчера дождик был, вот они его накрывали. Сейчас раскидали, чтоб сохло. Да, идем, идем. Идем. Давай. Что остановились? А вы хотели туда уже в бок бежать, да, засорать? Аль, ты чего? Молтай, я уже несколько дней собираюсь этот ошейник снять. Подошел ко мне, все там едят, он со мной стоит. Вообще, смотрите, шея все растет и растет. Когда я ему весной меняла, переставляла, но уже на последнюю поставила. А уже, смотрите, здесь прям уже, ну, хоть она и складочка. Вот, здесь как бы не туго, но все равно. Ого, а когда он ее поднимает, она ему прям растет и растет, а? Ну и говори, что подошел. И что ты тут вокруг меня ходишь? Давай сниму, а потом в следующий раз пойдем. Как-то в этой, возле выгла там у них висит. Да? Да, а тут что-то прям... Попер. Что ты тут крутишься, а? Козел. Вокруг меня ходит. Что-то как-то аппетита нет же. Вот какой-то уже большой, что-то аппетита нет, да? Там взял, смотри, сейчас мне на голову ее положишь. А, аппетита нет, потому что он колючка эту аккуратную грызет. Я думаю, что это он еле-еле. Колючки любят. Ну что, так сегодня и ходим. Время 10-й. Да, 10-й мы новости смотрели. Мы выходим. У нас сейчас мероприятие по... Мух травим. Травим мух. Оделись тепло. Выходим, будем ждать на улице, и папаня нас будет травить. Мух, собаку надо вывезти. Мы вышли, а собаку оставили. Ага, молодцы. Вот так периодически делаем, потому что их 100 миллионов там становится. Ну это просто, я говорю, это прям... Ну вот напасть. Ну как хорошо раньше была агита. До тех пор, пока... До тех пор, пока ее не стали подделывать. Такое классное средство было. Знаете, как оно должно правильно работать? Там по описанию. Феромоны что ли, да? Короче, там добавлены такие гормоны мушиные. И они на них слетаются. Да, они наоборот к вам домой слетаются. Нет, нет, ну как, они все равно залетают, да? Их все равно там толпа. И ты мажешь такие какие-нибудь эти дощечки, там, картоночки, где есть какие-то, ну, косяки, какие не жалко там намазать-то дома. У нас много всяких там деревянных дома столбов, палок, косяков. Ты мажешь, и они туда подлетают, и вот этот яд, который он не убивает сразу, а как бы парализует их, вот такое действие имеет. И вот они слетаются, что-то там пузузжат, что-то там пузузжат, потом подрыкаются, подрыкаются, и все падают. И там вот где намазано, и прям вообще внизу там весь пол усыпан этими мухами. Такое хорошее было средство, но они залетают по-любому. Вот эти, которые залетели, да, все раз-раз сдохли. Потом другие залетели, они все равно залетают. Знаете, да, периодически, естественно. Петухи там. Вот, а потом уже несколько лет я пыталась, пыталась. Левая и левая агита. Да что, ну, хоть бы раз попалась нормально. Если бы я не знала, вот если бы мне так не попалась хорошая агита, я бы так и думала, что агита это просто ерунда. Вот просто ерунда, которая дорогая, которые только дерут денег. Ничего подобного. Агита вот должна быть такая хорошая вещь. И рекламировали хорошие, хорошие люди говорили. Там еще другая такая вещь на тип, по типу агиты. Но по-другому там название. Да, вот прям она вообще не работает. Покупала, пыталась. Я сейчас даже что-то и не пытаюсь покупать, выискивать какие-то такие средства. Потому что средства средствами, они, может, и хорошие. А что ты купишь, что тебе попадется? Где-то видела на каком-то сайте ловушки. Не вот эти в розетку, которые вставляются. Мне кажется, это тоже полная ерунда. Что-то каких только не покупали. А какие-то такие приборы, типа как... Как они называются? Не нагреватели, а типа обогреватели. Ну, как-то вот так сделано, в розетку включаются такие вот железные. Не знаю, с чего они сделаны. И вот как-то они там ловят, и вот это, говорят, хорошее. Хотела уж было заказать на одном сайте, а не было. И вот так вот через несколько дней, каждые несколько дней, и по несколько флаконов. Не дешево получается тоже. Флакончик 200 рублей, по два флакончика у нас уходит на дом. А ну, хватает всего на несколько дней. День-два мы хоть не дергаемся, не махаемся с утра. Они нас не облепливают, эти мухи. Их полно. Вообще это прям чмая. Я их так ненавижу, я прям вообще не могу. Я не могу стоять. Когда стоишь, что-нибудь делаешь на кухне, и по тебе ползает муха. Вообще. Муж Миланы тут, Рафаэлька здесь. Авраам туда пошел, а где Дэня? Он вышел? Тоже в машине? А, Дэнь-то здесь его не видно. Собака вон любуется, голову на небо позадрала. Вот сейчас полчаса еще сидеть побрызгали. Ждать будем. Надоедает, конечно, все это. Купила бы вот что-нибудь, как он, сресло дорогое. Уже бог с ним. Ну, лишь бы работала. Милан, что это за штука у нас, за гусеница? Тебе нужна или выкину? Выкину. Папаня требует... Авраам выше его, да? Глянь. Папаня требует с Авраама, чтобы тот его набрал клубники. Пошли на разборки. Сейчас ночью клубнику будут искать. Ходили, собирали клубнику. Сорвал помидор. Но он такой был огромный, что он на земле лежал. В смысле, он был не сорван, а он на ветке был. Но лежал на земле. Если бы он там еще полежал, он бы... Ну, вот видите, уже портиться бы начал. Вот, видите, помидорка? Он большой. Лежи, ждут. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. А-а-а-а-а-аа!